Я болтаю, болтаю, а она выключилась, я так поняла. Покажу вам вот еще Гагу, потому что мне нужно было смотреть на, как это называется, навигацию, да, карту. И я не видела, снимается видео или нет, так что не знаю, что там снялось. Ну, хоть что-то теперь покажу вам. Мы в центре, в самом центре Гаги, только что проехали район посольств. Направляюсь я сейчас домой, но не совсем домой, еду еще за продуктами. У нас сейчас за бортом 22 градуса, но, хочу сказать, довольно-таки жарко. Обещают, что завтра будет ливень, и поэтому, наверное, парит сейчас. Вот справа мы оставляем центр, вернее, мы его не оставляем, мы едем вроде бы как по направлению в центр. Ну, вот он перед нами. Но перед самым центром мы свернем налево, домой. Вот там вот все эти министерства, финансов, иностранных дел, министерство образования. Здесь у нас рядом министерство, сейчас слева министерство юстиции. Вот это вот все здание. Ой, конечно, сейчас вот мы немножко в пробке. Вот, смотрите. Вот там сердце гаги, так сказать. Ну, мы сворачиваем. Мы едем вот в Форбург-Вассенар. Они поворачивают. Смотрите, вот это вот пенсионный, как министерство, не министерство, а пенсионный фонд, что ли. Здесь у меня когда-то работал отец моего мужа, покойный ныне. Занимал высокую должность, скажем так. Машины, которые справа пошли, они пошли на выезд из города, на кольцевую, на... Как это, Снеллвэх называется? Посмотри, какой там дом. Свечка такая. Ну, скоростная трасса, автобам или как-то. Да. А мы выезжаем сюда, в сторону вот Амстердама, но не по скоростной. Да, потому что мы живем в соседней, буквально с гагой, деревне. Ну, вторая, получается. Если так вот наискось. То есть очень близко. В принципе, это каких-то там 17-20 километров. Ну, вот, конечно, из-за таких пробок, да, и вот множества машин, особенно когда вот еще попадаешь в такое время, да, час пик, то может это довольно-таки много времени занять. Вот справа от нас это Хаксебос, лес Гаги. Такой громадный парк. Немножко он так облагорожен. Там, как вот, следят, конечно, за порядком. Есть какие-то тоже скамеечки. Ну, это прям вот такой настоящий лес. Не совсем парк, да. А справа вот от нас, если повернуть вот сейчас, ой, слева вернее, будет парк, в котором мы когда-то с вами были, где есть японский парк, где цветут множество родом Дрендронов, куда я вас с собой брала, так сказать. Очень красивый, уютный парк. Раньше мы очень-очень часто там бывали. Там можно устраивать и пикники, и вот часто люди проводят какие-то детские дни рождения. Конечно, шашлыки там никто не жарит, да. Но взять с собой какие-то бутербродики, напиточки, какую-то подстилочку на травке расположиться. И там есть хорошая такая детская площадка со всякими лазалками. И, конечно, там вот можно поиграть и в бадминтон. И есть там поле, где можно футбол погонять. И вот красота, конечно же. Там такой островок птичий, где постоянно различные гуси гнездятся. Ну, в общем, хороший, уютный парк, за которым очень хорошо следят. И поэтому, конечно же, очень многие люди любят бывать в этом парке в выходные с маленькими детьми вообще. Самое то. Так, здесь камеры есть, так что мне нужно следить за своей скоростью. Странно едет этот Opel. То ли по телефону разговаривают, то ли что. Показывают, что едем 55, палец вниз. Сразу же все тормозят. Потому что дальше, конечно, камеры, те, которые будут фиксировать уже ваши нарушения, и штрафы потом бешеные. Так что лучше этого не делать. Какой-то швейцарец поехал. Что-то за машина. Что я не поняла. Что за эмблемка. Не видел? Нет. И никогда не ориентируйтесь, если вот там машины едут быстро. Иногда, конечно, можно там понять, что они знают, что в данном месте нет камер. Но, с другой стороны, очень много тех, у кого машины от предприятия, лис, как здесь называют, и они сами штрафы не платят. Я просто знаю это от приятелей, от приятельницы, у которой у мужа вот именно машина от предприятия в аренде. И он очень часто нарушает. Так сказать, не боится нарушать. Ну, потому что сам не платит ни своего кошелька. И, наверное, сходит с рук, так скажем. А сейчас хочу вам показать, обратить ваше внимание. Справа будет такое интересное здание. Это музей автомобиля Лоуман. Лоуман – это фамилия богатого человека, который построил вот этот музей. и он выставил там всю свою коллекцию автомобилей. Вот это вот он, видишь? А вот, посмотрите, какое чудо. Мини-купер маленький поехал, а тут вот дорогой BMW кабриолетик. Ну, а в общем, у него там очень много именно старинных автомобилей, каких-то там эксклюзивных моделей тоже. И вот человек построил, так сказать, здание, музей, купил этот участок земли для того, чтобы это могли увидеть другие люди, а не только его друзья и приятели, да, его родственники. И стоимость билета в этот музей, ну, говорят, чисто символическая. Ну, скажем, для кого-то это тоже деньги, это дорого, но для любителей, да, увидеть, посмотреть редкие модели, которые вы не увидите, скажем так, на улицах. Я думаю, что это того стоит. Билеты, по-моему, то ли 7 евро, то ли 8 евро. Ну, здесь это считается такая символическая стоимость. Мы уже в Осинаре. Так сказать, сквозь Осинар, ну, повс вдоль проходит эта трасса. Это не скоростная трасса, здесь вот скорость только 70. Это и камеры на каждом углу. Вот сейчас, где забор заканчивается, там тоже обычно камера стоит. Так что здесь все осторожничают и соблюдают правила. Ну, хотя, конечно, это нужно делать без камер. Но у человека такая натура, да, запретный плод сладок. И чтобы добиться порядка, обычно, к сожалению, нужно людей наказывать, бить по карману, да, самое такое неприятное наказание, скажем, одно из самых неприятных, правда? Никому не охота расставаться просто так вот за ни за что, платить 175 или 250 евро. Ну, хотя и здесь достаточно часто собирают. Собирают они неплохой урожай в этом плане. Вот тут где-то за деревьями тоже будет одна камера, потом дальше вторая. Так что нужно хорошенечко следить за тем, как вы жмете на педаль газа. Да, Саша? Вот нам опять напоминает 70, 70. И даже, да, и даже, ну, какая тут может быть установка. Сюда повернуть, в Королеве приехать. Ну, они сейчас там не живут. Сейчас, не знаю, что там в той резиденции. Вот буквально метров через 100 начнется справа, опять-таки, территория Королевского участка. Вот с этими деревьями. А вот, кстати, и камера справа, обратите внимание. Но это еще старого образца, ее видно, вот, да, вот издалека. Видишь, ящичи. А следующая камера уже, по-моему, нового образца. Поменяли ее. Она не так бросается в глаза. Хотела бы выключить, но хочу вам эту камеру. А вот она. Вот тут уже нет такого рефлектирующего. Видите, серенькие ящичи. Тут еще обрезали ветки, хоть так ее видно. Так что я сейчас отключусь, так сказать, чтобы вам не было скучно. И включусь, где уже появятся какие-то домики. Ну вот, мы уже свернули. Ой, что-то стрясет. Свернули на нашу трассу. Проезжаем Манеж справа. И уже через 1-2 минуты мы в нашем Форсхоттене. Если у меня осталась еще память, то я поснимаю немножечко в супермаркете. По просьбам зрителей. Овощи, фрукты. Надеюсь, у меня есть еще память. И батареи мне хватит. Так что вот такая красивая погода. И у нас здесь вот... Ой, и дышится, дышится сразу легче. Даже в машине. Правда? Все. Как-то я уже привыкла жить на просторе. Уже как-то мне в Гаге душно. Слишком давит это такое. Да, всего-всего. Прям домиков. А тут вот-вот удобритель еще один поехал. Там вот поезд на станции как раз отправляется. Ну, в общем, наверное, я с вами сейчас попрощаюсь. Если смогу вставить, если не будет слишком длинный из Гаги, так сказать, репортаж, как говорит Марина Иванова, то я обязательно присоединюсь сюда или же сделаю отдельно. Вот видите, перед нами уже центр нашего Форсхоттена. Так что мы уже дома. С вами я пока расстаюсь. Пока-пока. И встретимся в супермаркете. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok